Автодорога Вятские Поляны-Сосновка сегодня оказалась в центре внимания инспекторов ДПС. Именно здесь происходит наибольшее количество аварий. Каким образом инспекторы ГИБДД пытаются исправить ситуацию, расскажут наши вятскополянские коллеги. С начала года на автодороге Вятские Поляны-Сосновка произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек получили серьезные травмы, а один человек погиб. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на автодороге город Вятские Поляны-Город Сосновка является нарушение правил дорожного движения, а именно нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и самая основная причина – это невнимательность водителей. Приказываю заступить на охрану общественного порядка обеспечения безопасности дорожного движения в городе Вятские Поляны. Вольно, по машинам! Остудить пыл лихих водителей межмуниципальный отдел полиции Вятскополянский пытается с помощью выставления дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы. Офицер полиции Айдар Нафиков на дороге без малого 20 лет. Его напарник Фаиль Хайрудинов ДПС служит 4 года. У обоих достаточно опыта, чтобы разрулить любую ситуацию на трассе и, конечно, в первую очередь оказать помощь в сложных дорожных условиях. Водителю повезло, что рядом оказалась машина ДПС и, возможно, до ближайшего автосервиса он доберется без дорожных приключений. А вообще-то за этим участком автодороги нужен особый догляд. Самый важный момент, который мы хотим отработать по этому участку, это оборудование этого участка с системой видеонаблюдения и видеофиксации нарушений. Сплошные проверки на дорогах – это еще один метод сделать безопасным путь участников дорожного движения. У нас есть распоряжение начальника межмуниципального отдела о проведении специального мероприятия на выявление нетрезвых водителей и водителей, лишенных права управления транспортными средствами, и водителей, не имеющих права управления. Можем проводить сплошной контроль, то есть останавливать любые подозрительные автомашины. Все меры хороши, когда речь идет о безопасности человеческой жизни. И в отделе полиции Биацкополянский прорабатывают новые подходы к снижению аварийности и травматизма на дорогах. Будем увеличивать плотность нарядов, будем варьировать время несения службы нарядами. То есть будем принимать все меры для того, чтобы снизить аварийность. Но основная задача – это в первую очередь не допустить пьяниц на дороге. То есть в первую очередь будем работать по этому вопросу. Выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.